И я хочу прочитать для вас всего один стих сегодня с утра. Он записан в книге Римлянам, в первой главе, в шестнадцатом стихе. Это слова одного из величайших апостолов. Он был евреем, не русским евреем, но евреем. И вот что он говорит. В стихе шестнадцатом он говорит, «Ибо я не стыжусь благоверствования Христова». Потому что оно есть сила Божия. И я хочу подчеркнуть для вас сегодня с утра. Если ты хочешь иметь силу Божью, сила Божья она в спасении. В Евангелии, в Благовестии. И это Евангелие избавляет людей. И это то, что нам нужно сегодня. У Бога есть сила и власть. Очень интересно, я слышал выступление Папы Римского, не нынешнего, а предыдущего. И около трех лет тому назад он с визитом посетил Англию. И он сказал то, что я никогда не слышал ни от какого другого христианского лидера. Он сказал, что самая большая угроза церкви, на самом деле он сказал, что самая большая угроза миру это не от фанатичной религии, но от фанатизма секуляризма, светскости. И он выступал в Европе, но это применимо и здесь, в России. Потому что он сказал, что если довести секуляризм до крайности, то тогда это приведет к тому, что подобно Гитлеру. И вы знаете, что все это ущерб, который Гитлер нанес в Европе, но и в России. Потому что я знаю, что происходило и в Сталинграде, и в Ленинграде. Но другая крайность это то, что вы видели здесь в течение многих лет. Сталин это крайняя форма секуляризма. И ответ на это лежит в христианской вере. Это не неверие. Это не атеист, который утверждает, что Бога нет. Это не агностик, который говорит, а где Бог? Но ответ в нашей вере. И в силе Евангелия Иисуса Христа. И да, мне всего 80 лет. И мое служение только начинается. Я буду проповедовать вам еще 40 лет. Но я видел больше силы, которую демонстрировал Бог, чем, вероятно, любой другой из живущих сегодня людей. И довольно впечатляюще. Потому что я раньше был пастором церкви. Но, к счастью, Бог избавил меня от этого. Но Бог сказал мне что-то однажды. Однажды, когда я проповедовал в своей собственной церкви, Бог сказал мне, замолчи и перестань болтать. Я устал слушать тебя. Он сказал, я хочу, чтобы ты оставил церковь. Пошел. И сделай то, о чем ты говорил. И вернись только, когда сделаешь это. Какой вызов. Но буквально это и произошло. Когда я оставил пасторство в церкви годы тому назад, это было началом новой, изумительной жизни. Но это жизнь, которая концентрировала на свидетельстве и силу Божьей. Но эта жизнь концентрировала свое внимание на том, чтобы подтвердить истину и силу Божью. И то, что я обнаружил, это то, что сила Божьей демонстрируется сила Божьей демонстрируется Евангелем, которое мы проповедуем. И я видел эту силу в России, в коммунистических странах, но также во многих других местах этого мира. И до сегодняшнего дня, когда мне 80 лет, я хочу, чтобы мои слова прозвучали в созвучии эхом с тем, что сказал Павел. Спустя 80 лет, я не стыжусь Евангелия или Благовестия Христова, потому что я видел больше силы Божьей в проповеди Евангелия, чем в чем-то другом. Это чудо. Вы знаете, я люблю Россию. Я люблю русский народ. И я хочу говорить о величии России. И я верю, что Библия говорит нам. И это то, что привело меня в Россию много лет тому назад, 50 лет. осознание того, что Библия говорит о России. Библия на самом деле говорит что Бог совершит больше чудес в России чем где-либо на земле. И я могу доказать это из Библии. И из-за того, что я хочу видеть силу Божьей, я всегда хотел иметь силу Божьей. Я всегда молился о силе Божьей. Я всегда верил в силу Божьей. И сила Божья — это величайшая сила, известная во всей истории. Нет Бога, подобного нашему. Религия — это не какая-то мертвая теория. Вера в Бога — это величайшая сила, известная на земле. И Библия говорит, что Бог продемонстрирует эту силу. И величайший восторг моей жизни это подтверждает силу Божью. Я всегда любил приключения. Интересно то, что я стал верующим, когда мне было всего 8 лет. И когда я учился в школе, я всегда говорил о силе Божьей. И это изумительная история, что произошло в моей школе. Но факт заключался в том, что другие мальчики смеялись на мной. Они говорили, что ты религиозный. Ты будешь жить несчастной жизнью. У тебя ничего интересного никогда не будет. Мы пойдем, у нас в жизни будет много приключений. И я решил, будучи молодым человеком, что если я буду жить для Христа, то у меня будет больше приключений, больше силы Божьей. И я сделаю больше, чем любой другой ученик в моей школе. И это стало правдой моей жизни. Живя в силе Евангелия, я видел столько силы Божьей. И жизнь моя была чудесной. И я в восторге из-за того, что она только начинается. И следующие 80 лет будут еще лучше, чем первые. Но я хочу, чтобы вы поняли, о чем Павел говорит здесь. Он говорит здесь о силе Евангелия, которое может менять людей, может менять страны. И однажды мы будем править миром. И это восхитительно в Библии. Там рассказывается обо всех империях мира. И даже в видении Нухудоносора, которое было истолковано Даниилом, Библия Показала все империи мира, включая Европейский Союз. И в истории проводит нас от времени, когда это было произнесено, до наших современных дней. Но изумительно то, там говорится, что величайшая империя это та, которая еще должна прийти. Это империя, когда Христос будет Господом и Царем. Когда правительство всего мира будет в Иисусе Христе. Будет в Иисусе Христе. Это чудо. И это скоро произойдет. Но позвольте мне показать хотя бы отчасти силу Евангелия. Во имя Иисуса. С Его именем нет ничего невозможного. Мы видим грандиозные чудеса. И когда я проповедую Евангелие, я вижу изумительные чудеса, которые подтверждают проповедь. Когда меня впервые позвали проповедовать русским в Израиле чуть больше двух лет тому назад. То это люди, которые пережили Холокост. Евреи в основном из России. Которые были в немецких лагерях смерти. И посредством чуда они выжили. Их истории коснулись моего сердца. И мне был брошен вызов говорить с этими людьми. И я выпиял пред Богом. Что я могу сказать им? Эти люди, которые имеют определенную веру. Которые верят в того же Бога, что и я. И тем не менее, шесть миллионов из них погибло. Погибло в ужасных обстоятельствах. И я читал их истории. И я слышал, что там происходило. Я посетил музеи на месте многих этих ужасных концентрационных лагерей. Я был в Асвенциме несколько раз. Я был в Дахау. Бухенвальд. И во многих других. И я видел, что там происходило. Как Бог может достичь людей, которые пережили такое? Но чудо вот в чем. Сегодня те, кто выжили в тех лагерях, они приходят десятки тысяч чтобы услышать новость об Иисусе Христе. И это феноменальное чудо. Потому что их собственные светские лидеры. И один из них — это бывший советский полковник КГБ. И на прошлые выходные. Прежде всего, он сказал, что все мои люди должны услышать слова этого проповедника. Но в прошлые выходные. Он сказал, что вся моя страна должна услышать слова этого проповедника. Почему? Потому что они признают силу и власть Бога. И эта сила, она не в религии. Это сила Божья, меняющая людей. Сила Божья, которая избавляет. Сила Божья, которая разрушает проклятие. Сила Божья, которая разрушает проклятие. Сила Божья, которая освобождает людей. И когда эти люди впервые начали приезжать, они приехали только на одном условии. Если тот Бог, которого ты проповедуешь, если этот Христос есть Сын Божий, тогда Он будет совершать чудеса. И изумительно то, что Он совершает чудеса. Среди этих людей, они получают исцеление от рака. И слепые обретают зрение. Хромые начинают ходить. Почему? Потому что сила Божья это не просто какие-то эмоции. Сила Божья это не что-то просто в разуме. Сила Божья меняет жизни. И это чудесно. Вы знаете, я сидел здесь в комнате с Богом во время служения. И что-то тронуло меня здесь. Когда вы пели о силе Божьей. Велик наш Господь. Величие Божье. Величие Божье. И я увидел молодого человека, который в инвалидном корресле из детского дома. Он здесь сейчас. И когда я посмотрел на Него. И когда я увидел, как Он поет от всего своего сердца. Как Он поднимает свои руки. Поя Богу. Велик наш Господь. Величие Божье. И я был так тронут. Это не молодой человек, который полоздоровый. Это не молодой человек из богатого дома. Но молодой человек из детского дома. В инвалидном корресле. Но Бог открылся ему и открыл ему величие своей силы. Какое чудо. Молодой человек, ты коснулся моего сердца. И я никогда не забуду тебя. Это сила Божья. Я помню, около трех лет тому назад. И мы были в Грузии. Но в России немного сложно рассказывать о Грузии, потому что вы воевали с ними. Но меня пригласили туда. И изумительно то, что вместо того, чтобы снять зал на тысячу мест, маленький, мы сняли большой стадион на 15 тысяч мест. И один неверующий, не спасенный бизнесмен. За несколько месяцев до этого услышал историю моей жизни. О том, как я возил Библией контрабандой. О сроке, который я провел в коммунистической тюрьме. И он решил снять фильм о моей жизни. Который можно было показать в кинотеатрах. И они решили устроить премьерный показ за день до начала нашей евангелизации. За день до показа этого фильма, это было в четверг, меня пригласили на телевидение. И мне должны были выделить две минуты в напряженное занятое утреннее время. Но я научился у политиков. Не просто отвечай на вопросы. А говори то, что ты хочешь сказать. Когда меня спрашивали о фильме, я не рассказывал о себе. Я рассказывал о силе Бога. И о том, что Бог сделает на этом большом стадионе. Так что у них не удалось закончить за две минуты. И я монополизировал всю эту программу. Нет, нет, это только начало. Ну, патриарх православной церкви очень рассердился. И на следующий день, в пятницу, когда должна была начаться евангелизация, он потребовал, чтобы на телевидении ему выделили время на всех каналах. И он был так недоволен мной. И по телевидению он начал проклинать меня. И он сказал, что я там сын дьявола. Что у меня там рога на голове. Он сказал, Бог не может благословлять вне нашей церкви. Он сказал, если вы придете на эти служения, где Дэвид Хассоэй, вы пойдете в ад. Он сказал, никто не должен туда идти. Я запрещаю вам идти. Вы не должны ходить на эти собрания. И он так настойчиво говорил об этом. И служения должны были начаться вечером. И поэтому все представители телевизионных каналов решили прийти для того, чтобы заснять пустые места. чтобы показать, что нет никакой силы в этом Евангелии. Но, к сожалению, все люди хотели увидеть, что это за демон там. И нам пришлось бороться с дорожными пробками, чтобы попасть в здание. И этот стадион был заполнен до отказа 15 тысяч человек. И силы Божьей была настолько мощной. Люди не просто каялись, но также там были выдающиеся чудеса исцеления. И я даже не могу описать все эти чудеса. Слепые, хромые, все получили исцеление. И телевизионные камеры засняли все, что там происходило. И эти репортажи были показаны в вечерних новостных программах, демонстрируя силу Божью. Я хочу поговорить с вами о одном из моих книгах, и я хочу показать вам, в этом книге, как вы можете знать Бог как род. И это очень важно. Я хочу отправить это в вашем книге, и если вы просто пишите, и вы просто пишите, насколько маленькая это, просто коммуникает с нами, и я вам отправлю это в вашем книге, и я вам даю это, полностью free от charge. Бога ваша, и я хочу его стать, и я хочу его стать, и это может случиться, когда вы читаете это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...